Глава двадцать пятая И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, Объяви сынам Израилевым и скажи им, Когда придете в землю, которую я даю вам, Тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, И шесть лет обрезывай виноградник твой, И собирай произведения их, А в седьмой год да будет суббота покоя земли, Суббота Господня. Поля твоего не засевай, И виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей? Не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, Да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли Всем вам в пищу, Тебе и рабу твоему, И рабе твоей, И наемнику твоему, И поселенцу твоему, Поселившемуся у тебя, И скоту твоему, И зверям, которые на земле твоей, Да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе семь субботних лет, Семь раз по семи лет, Чтобы было у тебя в семи субботних годах Сорок девять лет. И воструби трубою в седьмой месяц, В десятый день месяца, В день очищения вострубите трубою По всей земле вашей, И осветите пятидесятый год, И объявите свободу на земле Всем жителям ее, Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, И каждый возвратитесь в свое племя. Пятидесятый год, Да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, Что само вырастет на земле, И не снимайте ягод С необрезанных лоз ее, Ибо это юбилей. Священным да будет он для вас, С поля ещи произведение ее. В юбилейный год Возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, Или будешь покупать что у ближнего твоего, Не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея Ты должен покупать у ближнего твоего, И по расчислению лет дохода Он должен продавать тебе. Если много остается лет, Умножь цену, А если мало лет остается, Уменьши цену, Ибо известное число лет Жатв он продает тебе. Не обижайте один другого, Бойся Бога твоего, Ибо я, Господь, Бог ваш. Исполняйте постановления мои, И храните законы мои, И исполняйте их, И будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, И будете есть досыта, И будете жить спокойно на ней. Если скажете, Что же нам есть в седьмой год, Когда мы не будем ни сеять, Ни собирать произведений наших, Я пошлю благословение мое на вас в шестой год, И он принесет произведений на три года, И будете сеять в восьмой год, Но есть будете произведения старые до девятого года, Доколе не поспеют произведения его, Будете есть старые. Землю не должно продавать навсегда, Ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего Дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет И продаст от владения своего, То придет близкий его родственник И выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, Но сам он будет иметь достаток И найдет сколько нужно на выкуп, То пусть он расчислит годы продажи своей И возвратит остальное тому, Кому он продал, И вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, Сколько нужно возвратить ему, То проданное им остается в руках покупщика До юбилейного года, А в юбилейный год отойдет оно, И он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, Огражденном стеною, То выкупить его можно, До истечения года от продажи его, В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен, До истечения целого года, То дом, который в городе, Имеющем стену, Останется навсегда у купившего его, В роды его, В юбилей не отойдет от него. А домы, в селениях, Вокруг которых нет стены, Должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, И в юбилей они отходят. А города левитов, Домы в городах владения их, Левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, То проданный дом в городе владения их, В юбилей отойдет. Потому что домы в городах левитских Составляют их владения Среди сынов израилевых. И полей вокруг городов их продавать нельзя, Потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет И придет в упадок у тебя, То поддержи его, Пришлец ли он, Или поселенец, Чтоб он жил с тобою. Не бери от него роста И прибыли, И бойся Бога твоего, Чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего Не отдавай ему в рост, И хлеба твоего Не отдавай ему для получения прибыли. Я, Господь, Бог ваш, Который вывел вас Из земли египетской, Чтобы дать вам землю ханаанскую, Чтобы быть вашим богом. Когда обеднеет у тебя брат твой И продан будет тебе, То не налагай на него работы рабской, Он должен быть у тебя как наемник, Как поселенец, До юбилейного года Пусть работает у тебя. А тогда пусть отойдет он от тебя Сам и дети его с ним И возвратится в племя свое И вступит опять во владение отцов своих, Потому что они мои рабы, Которых я вывел из земли египетской, Не должно продавать их, Как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью, И бойся бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, То покупайте себе раба и рабыню у народов, Которые вокруг вас. Также и из детей-поселенцев, Поселившихся у вас, Можете покупать и из племени их, Которые у вас, Которое у них родилось в земле вашей, И они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство И сынам вашим по себе, Как имение. Вечно владейте ими, Как рабами. А над братьями вашими, Сынами израилевыми, Друг над другом Не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой Будет иметь достаток, А брат твой пред ним обеднеет И продастся пришельцу, Поселившемуся у тебя, Или кому-нибудь из племени пришельца, То после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его Должен выкупить его. Или дядя его, Или сын дяди его Должен выкупить его. Или кто-нибудь из родства его, Из племени его, Должен выкупить его. Или если будет иметь достаток, Сам выкупится. И он должен рассчитаться С купившим его, Начиная от того года, Когда он продал себя, До года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, Должно отдать ему по числу лет, Как временный наемник Он должен быть у него. И если еще много остается лет, То по мере их Он должен отдать выкуп За себя серебро, За которое он куплен. Если же мало остается лет, До юбилейного года, То он должен сосчитать их По мере лет Отдать за себя выкуп. Он должен быть у него, Как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним С жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, То в юбилейный год Отойдет сам и дети его с ним. Потому что сыны Израилевы Мои рабы, Они мои рабы, Которых я вывел Из земли египетской. Я, Господь Бог ваш.